Первые из адресов, где побывали депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и депутат городского округа Николай Лаврияне в сопровождении сотрудников местной администрации и работников действующих здесь управляющих компаний, дома 9 и 10 в новом городке. Сложности, которые возникали при включении домов в программу ремонта подъездов, были преодолены. Дома принадлежат до сих пор Министерству обороны. Министерство обороны нам в муниципалитет, в Щелковский район, передало только квартиры, поквартирно. Соответственно, из бюджета Московской области субсидия не могла выделяться. Благодаря Владимиру Григорьевичу Мельнику в этом году мы получим эту субсидию на ремонт. Соответственно, был выполнен ремонт в рамках и в объеме, в соответствии с постановлением администрации. В результате ремонта удалось привести в порядок входные группы, заменить двери и окна, выровнять и покрасить стены, положить на пол керамическую плитку. И все-таки по отдельным позициям были высказаны замечания. Например, где-то поторопились с покраской батарей, получилось неровно. А где-то пружина на двери почему-то свисала. Эти недоделки будут остранены. Но что надо отметить однозначно, общее впечатление, оставшееся от осмотра, сугубо позитивное. И здесь, и в доме номер 66 в Медвежьих озерах, который тоже давно уже нуждался в ремонтных работах, наконец-то удалось порадовать жителей. Я, честно говоря, впервые вижу, когда управляющая компания вот так активно взялась за такой квартирный фонд, где средств мало собственных, а нужно привлекать саму управляющую компанию. Депутаты отметили, что контроль за тем, как выполняются ремонтные работы по программе «Наш подъезд» будет продолжен. Адреса, которые будут обследованы, им подсказывают в том числе избиратели. Андрей Цихадович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Депутаты отметили, что контроль за тем, как выполняются ремонтные работы по программе «Наш подъезд» будет продолжен.